Приветствую вас друзья на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите какая прелесть. Творожные куличи с итальянской меренгой. Никакие насадки я не использовала. Просто украсила через мешок. Давайте разрежу и посмотрим внутри как они у нас приготовились. Возьму самый маленький. Другие сейчас будем фотографировать. Тонышко мягенькое. Подзолотилось. Сейчас разрежу и посмотрим внутри. Смотрите пушистый. Я бы сказала вот такой вот он как бы влажноватый не сухой. Приготовленный с творогом. Посмотрите как хорошо пропеклось тесто. Все секреты. Делюсь с вами с большим удовольствием. Поздравляю всех с праздником. Желаю приготовить такую вкусноту. Поехали. Все просто быстро и безумно вкусно. В теплое молоко высыпаю 3 столовых ложки сахара. Добавляю живые прессованные дрожжи и Пару столовых ложек с горкой муки. Перемешиваю. Убираю пару в теплое место на 15-20 минут. Желток отделяю от белков. Белки нам пригодятся для приготовления украшения. В желтки высыпаю оставшийся сахар. Добавляю творог. Куличи будем сегодня готовить творожные. Очень вкусные. И перетираю лопаткой. Опара очень хорошо выросла. Смотрите какая она живая. Выливаю ее в яичную смесь. Все перемешиваю. Просеиваю муку за 2-3 приема. В просеянную муку добавляю разрыхлитель. Соль и ванильный сахар. Все точные количества смотрим как обычно под видео. Смотрите друзья, муку я добавила не всю. Здесь граммов 50 у меня осталось. Это зависит от размера желтков, а также от влажности творога, жирности его. Поэтому посмотрите, чтобы тесто у вас вот такое собралось, было чуть подлипающим. Руки смазываю растительным маслом и начинаю вымешивать. Немного его вот так вот вытягиваю, помогая ему выработать клейковину. Тесто сдобное, помощь ему нужна. Посмотрите друзья, я вымешиваю тесто 10 минут, как оно хорошо тянется. Очень хорошо отлипает от руки и сейчас за 2-3 приема я буду добавлять сливочное масло. Часть добавлю и буду его вмешивать приблизительно тоже минут 10. Хреб праздничный, поэтому готовим его руками. Смотрите, масло я вмешала. Вот такое у нас получается тесто более мягкое, но прям нежное-принежное. Хорошо отлипает от руки. Убираю его в духовку на полтора часа. Немного маслом растительным сверху помажу. Под лампочку. Такое мягенькое, пушистенькое. В кулич буду добавлять изюм и цукаты. Можно также добавить орехи, сушеную вишню по желанию. Изюм предварительно хорошо промыла, залила кипятком, подсушила на полотенце. Затем добавила 3-2 столовых ложки коньячку. Обваливаю его в муке. Давайте посмотрим на наше тесто. Смотрите, какое оно красивое. Как хорошо поднялось. Вот этого времени полутора часов достаточно, чтобы тесто стало именно таким воздушным, очень мягким. Руки смазываю и стол растительным маслом, чтобы нам было удобно работать. Выкладываю его. Прелесть. Разминаю. Добавляю цукаты. Все, которые хотите сделать добавку, лимонную цедру, что желаете, на данном этапе можно добавить. Немножко их выдавливаю. Затем изюм пошел. Тоже вдавливаю и сворачиваю в рулет. Стараюсь плотно завернуть, чтобы у нас здесь все распределилось равномерно. Ну и конечно сейчас буду замешивать. Вот так вот у меня выглядит тесто. Еще раз убираю его на расстойку на полтора часа. Время очень важно. Не торопитесь, не спешите, чтобы куличи получились у нас достойными. Накрываю салфеточкой обязательно. Давайте посмотрим какое у нас тесто. Оно увеличилось, еще больше стало в размере. Очень мягкое. Выкладываю его на стол. Стол смазываю растительным маслом. Выпускаю углекислоту. Промешиваю. И смотрите, что я делаю. Значит у меня 6 формочек. Делю на 2 части и каждую часть делю еще на 3 части. Приблизительно у меня где-то получится грамм по 300. Такие колобочки. Чуть больше, чуть меньше. Руки смазываю растительным маслом. Беру тесто, подкатываю его. Делаю такой колобок, чтобы поверхность у нас такая была закругленная. И изюм у нас цукаты не выходили снаружи, чтобы все было внутри теста. Выкладываю форму. Я ее смазала растительным маслом. Размер 9 сантиметров в высоту и в диаметре тоже 9 сантиметров. Подправляю. Смотрите, третью часть чуть больше занимает, но не половину. Ставлю на расстойку и продолжаю дальше. Растойка тоже займет длительное время. Вот так у меня формы такие средние. Сейчас я буду держать тесто на расстойке. Покажу вам после расстойки его, как оно у нас поднимется. Посмотрите, друзья, как у нас выглядят куличи после расстойки. Еще раз повторюсь, растаивались они у меня ровно час. Если будете брать удвоенную порцию, готовите в больших формах, значит время нужно растойки увеличивать. Также хочу заметить, что не одинаковое количество я получила. Это видно, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Если желаете, то можете четко завесить вес, более ровным его сделать. Сбрызгиваю теплой водой через распылитель. И отправляю в духовку. Она у меня уже прогрета до 170 градусов. Смотрите, что я делаю с духовкой. То же самое. Распыляю туда воздух, воду, чтобы у нас была большая влажность. Чтобы корочкой у нас не взялся кулич. Прям много-много брызгаю и закрываю. Отправляю выпекать наши куличи при температуре 170 градусов на 30-35 минут. Куличи готовы. Сейчас все подробно вам расскажу, как они у меня готовились. Сейчас отдыхают. Вот такая красота получилась. Выпекались они у меня 20 минут при температуре 170 градусов. Затем я взяла пергамент, вот так вот его сняла, намочила. Накрыла сверху, чтобы они у меня не горели на верхушечке. И еще 20 минут выпекала. То есть 40 минут они у меня выпекались. Выключила духовку и держала там еще 10 минут. После того, как вытащила, я их положила на бочок, чтобы они у меня равномерно приготовились. Приготовила из белков итальянскую меренгу. Смотрите сколько много получилось меренги. Я наверное часть еще сделаю безе. Вот такая красивая, хорошая рецепт под видео. А мы же с вами украшаем наши куличи. Друзья, желаю вам прекрасных праздников. Поздравляю всех с Пасхой. Желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия, мирного неба. И конечно приготовить чудо куличи, вкуснейшие по нашему рецепту. Спасибо. Спасибо.